всем привет меня зовут юля и добро пожаловать на мой канал сегодня переделываем мою левую ручку ногтям уже пять с лишним недель я делала в июле а на дворе уже август все относилось отлично нигде ничего не ободралось и не отпала в этот раз новым пилилова будет много потому что дизайн я наносила на тонкую подложку базы а гелевые укрепления получается у нас сверху дизайна поэтому убираю все практически под ноль но я думаю если бы я это не спиливала под ноль и оставила бы вот все там гель-лак вот эту фольгу ничего страшного не случилось для дизайна все равно бы ничего не помешало потому что ногти будут полностью закрашенные спиливала долго аж по минуте каждый ноготь и на фрезу прямо нажимала так посильнее чтобы она побольше у меня спиливала за раз а вот когда верхний слой геля спиленный и остался гель-лак с фольгой то я уже потихонечку прям еле-еле не дыша прям сверху водила фрезой чтобы не пропилить свой натуральный ноготь длину убрала совсем чуть-чуть даже на меньше чем на тросло потому что прошлый раз убрала много и переборщила наверное все таки коротенькие ногти сделала после спиливания конечно я вся в пыли это все надо стряхнуть чтобы ничего не мешалось теперь нужно подпилить форму и сделать это ровнее как можно ровнее потому что с моими кривыми ногтями это практически невозможно ну и конечно кроме формы нужно сверху опилить ноготок и отросшую часть поцарапать чтобы у нас не было глянца а то базе не за что будет зацепиться и у нас пойдет отслойка а пил для меня самое тяжелое поэтому показываю только на одном пальчике потому что пилю долго особенно когда приходится убирать длину но еще делаем как обычно отодвигаем кутикулу и вычищаем терегий свой аппарат ставлю на 20 тысяч оборотов мне так очень понравилось потому что терегий очень хорошо отлетает и быстро вычищается все на форварде прочищаю левую сторону затем переключаю на реверс и прочищаю правую сторону кстати кто-то когда-то меня спрашивал почему именно с левой стороны начинаем на форварде а потому что мы спиливаем на форварде и аппарат уже на нем стоит и поэтому чтобы не переключать туда-сюда мы сначала прочистили левую сторону а потом на реверс переключили и правую прочистили всегда вот так фрезой выворачиваю кутикулу так ее будет проще обрезать видно где можно стричь а где нельзя да и так Так лучше видно, а если где-то птериги еще остался, можно подчистить. Осталось убрать кутикулу, и у нас уже ноготки будут готовы. Кутикулу можно убрать как одной колбаской, так и частями. Это совершенно не важно уж как получится, потому что бывает, что кутикулы нет, но торчалочки торчат, их надо убрать. Сходила вымола руки от пыли и продолжаем дальше. Посмотрим, нет ли нигде у нас никаких лишних частичек, которые могли бы нам помешать покрыть покрытие масло масляное. Затем хорошенько обезжириваем ноготки, и нужно будет подождать, когда спирт у нас высохнет, выветрится полностью. Затем покрываем тоненьким слоем базы. Ей я выравниваю не делаю, потому что так не укрепляют ногти, а укрепляют гелем. Ну и раз уж у меня будет дизайн в синих оттенках, то я достану гель Бенуа, который показывала в недавней распаковке. Вот такой нежно-нежно голубой. Он-то мне как раз сегодня в дизайне и поможет. Заодно и посмотрим, как относится. Да и когда наносишь голубой гель-лак, лучше же его на голубое покрытие наносить, чем на камуфляжное или прозрачное, правильно же? Так, ну как он мне в работе? В общем, смотрите, очень капелька долго растекается, очень долго, он прям густой. Ощущение было, что сиреневый пожиже, но хотя консистенция практически одинаковая у них. И еще он сильно тянучий, я вот этот вот волосик, все, никак не могла от него избавиться. Но выравнивается хорошо. Но для тех, кто не быстро работает, он прям будет идеальной консистенцией, потому что есть время подумать, подправить. Он тут сам стоит, бедненький, ждет, когда вы его кисточкой распределите. Ну вот и дома тепло, и ногти у меня теплые, то есть жиже-то он не стал. В лампе на двух вот первых пальцах припек на четвертой секунде, пришлось вынуть из лампы, я побоялась, что прижгу. А на остальных не вынимало, все-таки он припек, но не сильно. Вот такое выравнивание у меня получилось, где-то мне не нравится, я все равно подпилю. А здесь я показываю, какая липкость скотчевая у него, вообще классная. Убираю липкий слой, подпилю где надо, там где-то у меня немножко он неровно лег, да, вот тут по бокам немножечко пузатость уберу. У меня еще и ногти-то сами по себе такие, у точек в рост они прямо расклешаются. Для сегодняшнего дизайна нам понадобится Фиора 009, Луи Филиппп 5 и Камильфо 4, ну и еще черный, конечно. Камильфо 4 я нанесу на все пальчики и посыплю их акриловой пудрой. На следующем слое просто будет градиент и по акриловой пудре как бы он лучше смешивается. Ох, девочки, вот я намучилась с этим дизайном, это вообще кошмар какой-то. Его я видела в ютубе, мне попалось видео какой-то девочки, она купила пленки такого же дизайна, но они подлиннее не подошли, она сама себе там чего-то наделала. Я говорю, я тоже хочу, такой классный. Ну и в то же время я понимала, что очень сложно будет и очень долго придется сидеть с этим градиентом. Вот почему-то для меня вертикальный градиент хуже горизонтального, сложнее. Тем более цвета такие контрастные, голубой, синий и черный нужно будет смешивать, да еще и не просто один раз, а с обоих сторон, слева и справа. В том видео девочка делала сразу на всех ногтях вот этот вот градиент, не суша, то есть все нанесла и давай все перемешивать. У нее так все легко получилось, но я понимаю, что это только на камеру легко-то. Для меня это точно легко не будет. Поэтому я делаю сейчас только на двух пальчиках пока. Вообще я не знаю даже, что у меня там получится, не получится. На то видео я оставлю ссылку в описании, если что, она будет самая первая. Вот прямо зайдите, посмотрите, что она там наделала. Хорошее видео, мне понравилось. И классные ногти у нее там вышли. Ну а я тут сижу, наношу вот синий цвет, теперь черный по краям и думаю, как же я это все буду перемешивать. Ну вот как? Самое важное тут еще и будет кисть, потому что не каждой кистью еще это можно будет перемешать. В общем, я искала у себя в закромах подходящую, ничего не нашла и взяла маленькую для геля, которая недавно у меня приходила с Aesthetic Nails. Теперь нужно как-то это все перемешать. Ну вот сижу, я мешаю, мешаю. У меня тут и голубой на синий заходит, и синий на голубой. Я постоянно вытираю кисть, чтобы убрать лишний гель-лак. И, кстати, этот гель-лак очень хорошо прицепляется к акриловой пудре. И мне кажется, без нее ничего бы не вышло, потому что вот там вот эти частички, они зацепляются, и вроде как они на месте, но надо подбелить, и вот чуть-чуть подбеливаешь. В итоге получается как-то так. У кутикулы я, конечно, тоже подкрасила. И кисточку вытирала постоянно. Не дай бог черный там на голубой зайдет, это будет катастрофа. Ну и вот что после первого слоя у меня тут ляпочки, мазочки. Смотрела я, смотрела, надеялась на топ, чтобы он мне все-таки это все скрасил, сравнял и цвет, и структуру. А потом думаю, да что я смотрю, сейчас попробую, да и все. В общем, наношу топ, а все равно от акриловой пудры вот эти вот частички торчат, и топ все не перекрывает. В общем, подумала, что надо сначала базой намазать, а потом уже топом будет, наоборот, поглажа. Стерла топ, наношу теперь базу. Ну вот крашу, и мне не нравится. Но вот эти вот точечки очень хорошо видно. Сижу уже, думаю, а что будет, если второй слой нанести? И, здрасте, приехали, я наношу второй слой дурта. На втором слое у меня получилось, конечно, быстрее. И, кстати, по первому слою у меня на безымянном очень быстро все перемешалось, и на большом. На всех остальных я очень долго сидела, перемешивала. И вот я решила, что на втором слое будет намного все быстрее. Ничего подобного. Так же долго, так же муторно. В итоге я с этими ногтями, с одной рукой просидела три часа. Это вообще ужас какой-то. И вот вы сейчас посмотрите, что два слоя, что один слой, неважно, вообще ничего, вообще даже не изменилось. То есть как было, так и все, просто два слоя лака. Причем я это прекрасно видела, что вообще изменений нет никаких. Но нанесла на все пальчики по второму слою зачем-то. Проще было эти гель-лаки на указательном стереть или засушить так и оставить. Получилось бы намного быстрее. Но все равно я подумала, сейчас на полчасика подольше посижу, а буду ходить 3-4 недели и радоваться. Со вторым слоем глажа так и не стало, поэтому наношу базу. Все равно сначала базу нанесу, а потом уже топ. Вспомнила, что у меня есть от Мии Стоп с блестками мелкими-мелкими и решила попробовать покрыть ей. Думаю, блесточки же немного отвлекут все равно вот от этой вот зернистости. Да, вот так лучше, правда, вам не видно, но я вижу, что вообще классно. Но дело в том, что у меня этот топ закончился. У меня вот только осталось вот на кисточке. Пришлось искать другой. Нашла вот такой с синими и при определенном освещении они фиолетовые. Они здесь даже больше подойдут. И вот действительно, они всю зернистость скрыли. То есть они как будто сами себе эту зернистость создают, но не цвет. Боже мой, из меня объяснять или еще тот? Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. В общем, дизайн мне очень понравился. Я прямо смотрю, а это как будто перелив какой-то. Мужу показала, он говорит, а как это ты так сделала? Из черного в голубой переливается. Я говорю, да это просто нарисовано. Он реально подумал, что это просто переливается какой-то лак. А издалека-то так и смотрится. А если вблизи рассматривать уже, то на себя вот как раз отвлекают блестки, чтобы не было видно моих косяков в градиенте. Для меня этот дизайн очень сложный оказался. Я бы лучше, наверное, какие-нибудь цветы нарисовала. Хотя я рисовать-то их не умею. Но получилось действительно интересно. Так, все, видео подошло к концу. У меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok